Давайте, да, да. Мы, в принципе, не специализируемся, с одной стороны, на технике для, к примеру, пассива, с одной стороны, но, с другой стороны, в линейке машин Руссельмаш есть пассивные комплексы. В моей презентации есть один слайд показательный, если несложно, включите, пожалуйста, ее. Это как раз по данной тематике. Речь идет о сейлке МЛ-930, и эта сейлка в ближайшее время, зарекомендовавшая себя отлично с точки зрения посева анкерным сушняком, будет снабжена дисковым сушняком, и таким образом, в общем-то, в технологию прямого посева мы входим именно с этим пассивным комплексом. Второе орудие, которое мы позиционируем как универсальное, в том числе для технологии прямого посева, это аппликатор растений и питатель АР-3800, это, скажем так, в своем роде уникальное с точки зрения почвенного внесения орудие, которое вносит внутрь почвы удобрение, что является большим преимуществом, так как удобрение попадает непосредственно внутрь почвы. Ну и, собственно говоря, с точки зрения прямого посева, пожалуй, там будет слайд с посевным комплексом. Назад-назад, вот, опустили его. Еще. Еще назад. Ну вот как раз исследования стартовали два сезона назад, когда мы сравнили технологию, которая была принята в хозяйстве традиционно, и, собственно говоря, посев, который был осуществлен, ну, с точки зрения цифровизации, с точки зрения цифровизации, это были элементы точного земледелия, автопилотирование, да, система. Ну и, собственно говоря, основной мотив этого опыта заключается в том, что посев более широкозахватной техникой и с одновременным внесением удобрения, это, как правило, более выгодно на этапе самого посева, ну и, как здесь видно, по финалу зачастую еще и помогает повышать урожайность. Поэтому наш основной продукт и рекомендация, наверное, тем, кто занимается технологиями наутил, это применение пассивных комплексов по нулевой технологии. Ну и вторая рекомендация – это аппликатор растений-обитателей для внесения жидких удобрений. Вот это два орудия. Ну и, конечно же, комбайны, которые убирают поля, высеянные как по классике, так и по нулевой технологии. Мы здесь, в общем-то, готовы предложить весь спектр комбайнов и жаток. Они, как вы знаете, работают у нас от Дальнего Востока до Калининграда. Под каждую почву климатического зоны создаются свои спецификации. Может, кто не знает, у нас есть Акрос, который был создан специально для Сибири. Он так и называется у нас. У нас есть реектор, который работает на гусеничном ходу, и это самое главное уборочное орудие Дальнего Востока. И, в общем-то, существуют специальные рисовые версии торма, который создавался совместно с сельхозтоваропроизводителем. Поэтому мы открыты здесь еще и к дальнейшим изысканиям, в том числе в сфере энергосберегающего земледелия. Наши конструкторы всегда готовы пойти навстречу в этом направлении.